Что может заставить успешного живописца, иконописца, покинуть свой дом, столицу мощнейшего государства своего времени и направиться в далекие русские земли, о которых он имеет смутное представление? Произошло это в далеком 1370 году. И имя живописца – Феофан Грек. Тот самый мастер, который расписал около 40 российских церквей, написал множество икон и оставил свой след в книжной миниатюре. А также, по версии многих искусствоведов, являлся наставником величайшего русского иконописца Андрея Рублева. Простота без пестроты. Так ведь вот что это. Это святое. Простота без пестроты. Так лучше ты и не скажешь. Почему же, добившись успеха в своем деле на родине, Феофан Грек ее покидает? Все дело в том, что в результате периода иконоборничества искусство иконописи разделилось на два направления. Первое направление сузило искусство написания икон до минимализма, строгости, символизма и простоты. Это направление как раз было характерно для византийского академизма той поры, когда деятельность грека в родной Византии была на пике. Молодому иконописцу было ближе второе направление, включающее в себя сложные драматические световые контрасты, различные эмоциональные эффекты, насыщенность образов в иконе. Современники отмечали оригинальность мышления грека, его стремление отойти от иконописного канона той эпохи. В своих работах он дополнял образы индивидуальными деталями, провисовывал контуры фигур и складки одежды, высветлял лики и делал их более яркими на фоне черных или красно-коричневых одеяний. У святых на его иконах появлялись реалистичные человеческие черты. Поэтому Феофан Грек отправился туда, где представлялось возможным воплотить свое художественное видение на русскую землю. Там же он вошел в историю искусства как великий иконописец и мастер монументальных фресковых росписей. Среди его работ одними из самых известных считаются иконы «Четырехчастная», «Преображение» и «Богоматерь Донская», на оборотной стороне которой находится икона «Успения». Магнетически трагическая и просветленная икона «Успения» увлекает созерцателя глубиной эмоционального воздействия и художественного посыла. Иконы и фрески мастера отмечены глубокой трагичностью, полнокровностью образов их населяющих. Каждому персонажу Феофан Грек отводил значительную роль, наполняя его зримой индивидуальностью. Свойственные иконописцу прозорливость, глубина мыслей и чувств, темпераментность воплотились полна в его работах. Здесь и грозные ангелы, и отрешенные от мирского святые. И все понимающий лик Господа. Будучи совершенно неподвижными, святые старцы по замыслу Феофана представлены в состоянии предельной концентрации всех духовных и физических сил, которых требует их молитвенный подвиг. Подобно слепцам, они видят божественный свет не внешними очами, но внутренним зрением, словно осязая нисходящую благодать сверкающими кончиками пальцев. Икона, созданная в строгой стилистике, представляет собой просто символ веры. Опыт соединения с божественным в таком случае происходит от сознания, мыслей, что перед тобой изображение религиозного объекта, то есть от разума. В то время как более тонкое, выразительное и глубокое изображение воздействует на человека само по себе вне зависимости от отображаемого объекта, воздействует на уровни чувств. Красота и тонкость изображения добавляют к символизму иконы эмоциональную составляющую, которая невероятно важна, ведь человек познает Бога не разумом, а именно чувствами. Чем глубже передано изображение, тем глубже человек погружается в чувственное переживание соединения с Богом, тем сильнее его связь с незримым божественным миром во время наблюдения за иконой. Не это ли величайший дар художника влиять на сознание людей через свои работы, поднимать из глубины души самые искренние и сильные эмоции, как это делали великие старые мастера? КОНЕЦ Технология топ-живописи как раз позволяет создавать такое тонкое, живое, светоносное изображение, которое способствует глубокому погружению человека в чувственный мир произведения, в том числе иконы. Поделитесь в комментариях, какие ваши любимые мастера и произведения иконописи, какие работы вам хотелось бы повторить.